Приветствую вас, господа трейдеры, на очередном еженедельном обзоре, основанном на измененном волновом анализе Эллиота. И традиционно мы начинаем анализ индекса доллара, что мы с вами видим по американскому доллару. Он немного проседает. Тренд глобально остается еще восходящий. Мы видим, что цена сейчас тестирует облако и шумоку, но опять-таки это облако восходящее. Ну и глобально мы видим, что тренд все-таки явно сейчас пока еще восходящий, поэтому, наверное, все-таки стоит отдавать какое-то предпочтение покупкам. Но это мы сейчас с вами разберем на валютных парах. Итак, давайте посмотрим, какие у нас здесь есть уровни поддержки и сопротивления по индексу доллара. Итак, уровень поддержки, от которого будут просто шикарные покупки, это однозначно 91.80, круглый второстепенный уровень. Может быть, к этому уровню цена и спустится. Также есть отличный уровень для продажи, это уровень 92.80. Это у нас зеркальный уровень, ну и, конечно же, он круглый второстепенный. Здесь у нас было сопротивление, здесь поддержка, поддержка, здесь сопротивление. Ну, как мы видим, отлично, здесь тоже отличное сопротивление, то есть уровень действительно очень хороший. Вот по этому уровню мы можем ориентироваться для того, чтобы продавать. Также следующий уровень для продаж, это 93.15. Ну и, я думаю, вряд ли все-таки цена дойдет до нашего локального максимума 93.71. Я думаю, что, наверное, этого на этой неделе не случится. Итак, давайте перейдем к валютным парам. Валютная пара евро-доллар. Здесь у нас сформировалась восходящая пятиволновая конструкция. Если мы с вами перейдем на таймфрейм H4, то мы, в принципе, это увидим. Мы увидим, что у нас здесь есть и дивергенция. Как мы видим, максимумы на индикаторе ОСМ-осциллятор находятся на одном практически и том же уровне. Даже вот последний максимум значительно ниже, что, опять-таки, показывает вот эту вот слабость восходящего движения. Глобально, опять-таки, на том же таймфрейме H4 мы с вами видим, что тренд нисходящий, то есть он идет сверху вниз. О чем это говорит? О том, что, наверное, все-таки логично сначала рассмотреть продажу, а потом покупки на перевороте. Ну и опять-таки, если мы будем сейчас рассматривать продажу, то, по крайней мере, у нас есть потенциал нисходящего движения. Если мы будем рассматривать покупки, то как такового потенциала уже нет. И даже вот мы помним индикатор АДР, о котором я вам рассказывал на вебинаре. И, опять-таки, вы могли его скачать, этот индикатор, очень удобный индикатор, который нам показывает, какой диапазон мы сегодня прошли. И мы видим, что сегодня уже диапазон средней цены, то есть именно средний диапазон, который проходит валютная пара евро-доллар, вверх мы уже прошли. То есть мы уже прошли этот диапазон, поэтому потенциала сегодня, конечно же, как минимум сегодня очень мало. Поэтому давайте мы сначала рассмотрим продажу, а потом на перевороте будет покупка. Мне кажется, будет очень хорошая сделка. Здесь мы можем ориентироваться по пивоту 2 волны 5. Вот он, пиво 2. То есть нам не обязательно ориентироваться по наклонному каналу, который практически, ну, очень далеко получится наклонный канал. И, конечно же, нам невыгодно будет его использовать. Это однозначно. Итак, для того, чтобы продать, необходимо волной А пробить пиво 2 волны 5. А пиво 2 волны 5 находится на уровне 1,18,13. Вот если пробьем 1,18,13, это будет пробитие пивота 2 волны 5. После этого получить коррекцию волну В и продажи на формировании нисходящей волновой конструкции. Вот такая получается продажа. На самом деле нам это движение необходимо, потому что это движение как минимум спустит цену в диапазон 365-135. И вот тогда, если цена не пойдет вниз и все-таки окажется это коррекцией, то на завершении этой коррекции мы с вами перевернем позицию. То есть купим. Итак, строим наклонный канал по той нисходящей волновой конструкции, на которой мы зайдем в продажу. И на завершении этой нисходящей волновой конструкции формированием восходящей мы будем, конечно же, покупать. Волной А пробили наклонный канал нисходящей конструкции, получили коррекцию волну В и покупка на формировании восходящей волновой конструкции. Вот такая получается точка входа на покупку, она же является переворотом. Помним, да, что если мы открываем покупку, то мы закрываем продажу. То есть мы переворачиваем сделку. Перевернуться означает закрыть текущую сделку и открыть противоположную на противоположном сигнале. Вот она наша покупка. Ну, конечно же, если мы рассматриваем такую покупку, то на том максимуме, который у нас будет, это будет ловушка для профи, мы обязательно зафиксируем первый take profit и переведем сделку без убыток. Это обязательное условие. Ну, а дальше мы будем смотреть уже по ситуации. Валютная пара фунт-доллар. Здесь на самом деле очень похожая ситуация с одним небольшим но. Но мы понимаем, что сейчас тренд по валютной паре фунт-доллар нисходящий. Даже до сих пор еще нет пересечения 365-135. Что говорит о том, что можно продать. И мало того, сейчас, прямо сейчас, даже можно поставить ордер на продажу. Почему? Потому что вверх не было пока еще, не было пробития уровня 88.2. То есть мы уровень пока еще не пробили. Это вот факт. Мы его не пробили. Мы дошли до него, но цена его не пробила. А значит, мы можем на данный момент утверждать, что вниз это волна А, которая пробила наклонный канал этой восходящей конструкции. Это вверх коррекция волна Б. И, соответственно, можем поставить отложенный ордер. Cell stop на пробитие 1.3730 на формировании нисходящей волновой конструкции. Стоп лосс за локальный максимум. Первая цель на ловушке 1.3609. Но здесь очень есть важное но. Дело в том, что если сейчас цена пойдет вверх и пробьет хотя бы на один пункт этот максимум, то будет пробитие 88.2. А если будет пробитие 88.2, то получится, что это не волна Б, а это волна С. А если это волна С, тогда необходимо будет обязательно перестроить наклонный канал, то есть уже по этому локальному минимуму. И на завершении вот этой новой конструкции продавать волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию волну Б и продажи. То есть мы, получается, строим ровно вот этот торговый план и просто мы его переносим правее, если будет повышение волнового уровня восходящей волновой конструкции. Вот такой у нас получится торговый план. Ну и конечно же, если цена не пойдет вниз, как мы этого хотим, вот именно тогда мы купим, то есть мы перевернемся. Построим наклонный канал по нисходящей волновой конструкции и на формировании восходящей волновой конструкции, которая завершит эту нисходящую, мы будем покупать. Волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию волну Б и покупка на формировании восходящей волновой конструкции. Вот такая получается точка входа на откате Б. То есть мы предполагаем, что вверх вот это вот все, это волна А, вниз трехволновка, это коррекция волна Б. А вверх, соответственно, волна С, которая имеет под волны АС, БС, ЦС, о чем это говорит? О том, что обязательно на том максимуме, который будет, на ловушке для профи, мы фиксируем с вами первый тейк профит и переносим сделку без убыток. Это обязательное условие. Ну а следующая цель, конечно же, уровень 138,2 по Фибоначчи от волны А. То есть мы на волну А, которая будет, натягиваем фибосетку и в профит берем уровень 138,2. Валютная пара австралийский доллар, американский доллар. Здесь мы видим сильное восходящее движение и сегодня уже свой потенциал валютная пара тоже прошла. Но мы знаем, что сегодня американский доллар показывает просто сильнейшую слабость. Ну и, конечно же, все валюты, которые торгуются с американским долларом, сегодня показывают рост, что вполне нормально. Итак, когда нам покупать и когда нам продавать? Смотрите, мы в принципе можем на завершении этой конструкции продать. Это вот как вариант, это возможно. Или как минимум получить нисходящую трехволновку. Поэтому здесь уже смотрите сами, будете вы продавать или нет, но сам рисунок останется именно такой в любом случае. Просто вы можете не открывать сделку на продажу, а можете открывать сделку на продажу. Итак, давайте мы разберем, что это будет за продажа. Если мы будем продавать, то мы предполагаем, что вот это вот все движение вниз, это волна А, вверх, соответственно, коррекция волна В. И на завершении этой коррекции волны В мы и будем входить в продажу. Волной А пробили наклонный канал восходящей волновой конструкции предполагаемой коррекции, получили коррекцию волну В и продажи на формировании нисходящей волновой конструкции. В принципе, если мы говорим о долгосроке, то такая сделка очень даже возможна и действительно может быть так и будет. Если вы считаете, что все-таки американский доллар сдулся и не верите больше в американскую валюту, то просто ждем эту конструкцию. Потому что в любом случае для того, чтобы купить, нам нужно получить сейчас выгодную цену. Я все понимаю, что американский доллар сейчас не в цене. Ну, это вот очевидно, да, мы это видим по отношению ко всем валютам. Но для того, чтобы купить, нужна выгодная цена. Поэтому эта нисходящая конструкция нам в любом случае необходима, без нее никак. Итак, спускаемся вниз, ну то есть мы получаем нисходящую конструкцию, спускаемся в диапазон 365 и 135 экспоненциальных скользящих средних. И на формировании восходящей конструкции, которая завершит эту нисходящую, мы будем покупать. Это будет тоже точка входа на откате В. Почему она будет точка входа на откате В? Все очень просто. В таком случае мы предполагаем, что вверх вот это вот не что иное, как волна А. А, вниз коррекция волна В, а вверх волна А, Ц, Б, Ц, Ц. И вот на завершении вот этой нисходящей трехволновки, формированием восходящей, мы и будем с вами покупать. И те, кто здесь продали, если решили, что все-таки продолжится глобально нисходящий тренд, а те просто здесь перевернутся, соответственно, закроют продажу и откроют покупку на обратном сигнале. Если мы здесь покупаем, то, конечно же, на ловушке для профи, первый тейк профит и перевод сделки в без убыток. Это обязательное условие. Дальше смотрим по ситуации. Валютная пара новозеландский доллар, американский доллар. Здесь ровно такая же картина, как и по австралийцу. Поэтому неудивительно, что и торговый план будет совершенно такой же. Вот прям на 100% он будет именно такой. Итак, мы можем сказать, что это коррекция волна В. Почему мы можем это сказать? Давайте я переключусь на H4 и вот вам покажу, что действительно вниз это может быть волна А. Ну ведь может быть, да, а это может быть коррекция волной В. Поэтому продажу рассмотреть можно. Но опять-таки, будьте вы торговать или нет, это зависит только от вас. Это ваша торговля и решать, открывать сделки или нет, только вам. Итак, волной А пробили наклонный канал восходящей волновой конструкции, получили коррекцию волну В и продажи на формировании нисходящей волновой конструкции. Вот такая получается несложная точка входа на продажу. На самом деле здесь ничего сложного совсем нет. Если вы не хотите продавать, то вы просто ждете эту конструкцию, потому что она нам в любом случае необходима, потому что для того, чтобы купить, нужно спуститься в диапазон 365 и 135 экспоненциальных скользящих средних, то есть спуститься в диапазон средней цены. Построили наклонный канал по нисходящей волновой конструкции и на формировании восходящей волновой конструкции, которая завершит нисходящую, мы будем покупать. Волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию волну В и покупка на формировании восходящей волновой конструкции. Такая точка входа будет на откате В. В таком случае мы предполагаем, что вверх это не что иное, как волна А. Вниз трехволновка это коррекция волна В. Ну а вверх, значит мы ожидаем волну С. И соответственно эту волну, эти подволны волны С, мы будем с вами отрабатывать. Обязательно на ловушке, на максимуме фиксация первого тейк профита и перевод сделки в безубыток, это обязательные условия. Ну а дальше смотрим уже по ситуации. Валютная пара Американский Доллар Канадец. Здесь я рассматриваю покупку и в принципе эта покупка пока еще актуальна. Почему она пока еще актуальна? Потому что у нас есть волна А, которая пробила наклонный канал нисходящей усеченной конструкции, есть коррекция волна В. Ну и сейчас как-то пытается цена идти вверх, что может быть в принципе и не получится. Но в любом случае скользящие говорят о том, что тренд пока еще восходящий, поэтому продажи рассматривать я здесь не могу. Ну и опять-таки, если мы обратим внимание на индикатор Росмосциллятор, то мы видим, что здесь просто сильнейшее расхождение, поэтому продажи просто небезопасны. И для того, чтобы продавать, мне нужно подняться вверх. То есть мне нужно получить эту выгодную цену. Вот тогда только можно будет и зайти в продажи. Сейчас я не готов заходить в продажи. Итак, что делать, если цена не пойдет? Если цена пойдет вверх, здесь все очень просто. Покупка на пробитие 1.26.54. Но это при условии, что мы не пробьем локальный минимум, который у нас есть 1.25.81. То есть если мы его пробьем, то у нас просто продолжится нисходящая конструкция. И это очень важно учитывать. Поэтому если цена идет вверх, то у нас срабатывает отложенный ордер Байстоп 1.26.54. Это торговый план на покупку. А давайте второй торговый план на покупку рассмотрим при условии, что сейчас цена идет вниз. Потому что мне в любом случае, я еще раз повторюсь, для того, чтобы продавать, нужно получить более выгодную цену, нужно получить нормальную коррекцию. Ее сейчас нет, мы сейчас просто находимся в диапазоне уровня поддержки, который уже долгое время тестируется. И поэтому я не хочу здесь вот прям в самом-самом низу купить, потому что просто будет мало потенциала для того, чтобы заработать. Поэтому если сейчас цена идет вниз, ничего плохого в этом нет, даже может быть и хорошо. Нам нужно будет перестроить наклонный канал. То есть у нас уже будет новая нисходящая волновая конструкция, и наклонный канал уже будет, естественно, построен по новой нисходящей волновой конструкции. И вот на завершение нисходящей волновой конструкции, формированием восходящей, на самом деле я просто вот этот торговый план я перенес чуть-чуть правее. Волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию волну Б, и покупка на формировании восходящей волновой конструкции. Вот такой торговый план опять-таки у нас на покупку, при условии, что сейчас цена пойдет вниз. Когда нам рассматривать продажи? А вот продажи на перевороте, цена не пойдет вверх, как мы этого хотим, не будет восходящего движения у американского доллара по отношению к канадцу. Мы просто перевернемся, и все на обратном сигнале, то есть на завершении этой восходящей конструкции, формированием нисходящей. Волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию волну Б, и продажи на формировании нисходящей волновой конструкции, и это же является переворотом. То есть вот эту покупку, которую мы здесь откроем, мы должны ее здесь закрыть, да, будет какая-то маленькая прибыль, может быть какой-то маленький убыток, может быть просто в ноль, но будет обратный сигнал, и соответственно на обратном сигнале мы с вами продадим на формировании нисходящей конструкции, которая завершит эту восходящую. Конечно же на том минимуме, который будет, то есть на вершине нисходящей волны А, мы зафиксируем первый тейк профит, переведем сделку без убыток, ну а следующая цель уже будет уровень 138.2 по Фибоначчи от волны А. Ну то есть если это у нас будет вниз, все это будет волна А, верт соответственно Б, вниз С, то на эту А натягиваем фибосетку, и 123.6 или 138.2 по Фибоначчи берем профит. И валютная пара американский доллар, швейцарский франк, а вот здесь вот мне вам сказать просто нечего, потому что я не думаю, что сейчас стоит торговать эту валютную пару, по той причине, что вы видите, какое здесь движение. Но обязательно в комментариях напишите, какое здесь движение, восходящее или нисходящее. Мне кажется, что здесь просто флэт. И причем этот флэт очень неудобный для торговли, потому что этот флэт с какими-то такими сильными импульсами вверх и сильными импульсами вниз. Поэтому я такого мнения, что стоит просто подождать, стоит как-то дать возможность определиться этой валютной паре, за белых она или за красных, потому что пока она хочет быть сразу за всех. И это очень неудобно для того, чтобы по ней открывать сделки, поэтому по этой валютной паре я не буду составлять торговый план, потому что торговый план хороший здесь не получится, а плохой торговый план составлять я просто не хочу. А у меня на этом все. Если было видео для вас полезным, то обязательно поддержите его лайком. Если у вас есть вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях под видео. До новых видеообзоров. Не болейте. Да пребудет с нами профит. Пока.